Не могу не процитировать Перки Авод, как в прошлые разы, последняя глава, тут надо сказать, что шестая глава Перки Авод была добавлена к трактату. Нижняя этого трактата, этой главы нет, она добавлена позже была, ровно для того, чтобы шесть недель между Песох и Шивот, шесть, потому что первая суббота после Песох, она в Песох приходится, это последний день Песох. Так вот, шесть недель принято читать трактат Авод по этому поводу, так как там только пять глав, то добавили шестую. И в изданиях, например, Мишны стоит пометка «Барайте в стиле Перки Авод». Там стоит такая пометка, то есть надо понимать, что это Барайте, это не из Мишны высказывание, тоже атмосферный материал. Там, в четвертом Мишне, есть любимая цитата, которая очень хорошо поется на такой мотив вальса, если бы я умел петь, я бы обязательно спел, как и Дарка Шеректора. Ну вот то, умеет петь, рекомендую попробовать на какой-нибудь вальсок это спеть. Таков путь Торы, ешь хлеб с солью, пей воду в меру, спи на земле, живи в скудости, это ты трудишься над Торой. Если ты так поступаешь, счастлив ты и благо тебе, счастлив ты в этом мире и благо тебе в мире грядущем. Вот такая эта глава называется, вообще-то называется эта глава «Обретение Торы», и там именно о Торе, и там же еще чудесный пассаж, которым кончается последнее, это самое, все, что создав святой благословенно, он в своем мире, он создавал во славу себе. Вот, ну да, вот без комментировать, в общем-то, и ничем, и главное, по-моему, не нужно. Значит, ну вот так. Давайте вернемся. Итак, мы в прошлый раз остановились на Караимов и Рабиса Адия Гаод. Вот я думаю, что нужно где-то подвязать узелки в этой истории и сказать несколько слов. Караимы, они до долгого времени были частью еврейского народа. Это была группа внутри евреев. Есть простые доказательства тому, например, брачные контракты между Караимом и Рабанитами. Найденные в Каирской генизе, я многократно ссылался на этот источник. Каирская гениза – это в Египте благо был обычай, по которому все, что написано еврейскими буквами, любая бумага, либо все, что к ней упоминается, какие-то священные тексты, никогда не выбрасывали, а всегда складывали в некоторое место в синагоге. Такой большой-большой подвал. В XIX веке до этого подвала разобрались, синагога сохранилась со времен VII века, VI века. То есть она безумно древняя. И все, что там нашли, растащили по всевозможным библиотекам мира. И регулярно идут публикации, найденные отрывки. Там найдены, например, «Керновики» Рамбома. Там найдены письмо «Яуды Галеви» «Керновик». Там найдены большое количество отрывок из книг, которые считались пропадшими безвозвратно. Там были найдены. То есть это такой очень важный источник, Каирская гигиениза. Вот когда на нее ссылаются, это вот это. Там огромное количество частных писем найдено, тоже любопытных. И, например, одна из находок – это письмо, присланное, посланное Маймонидом своей сестре. Например, вот такое частное абсолютно письмо. То есть там много интересных находок. Вот, значит, да. Так вот, в Каирской генизе найдены, например, брачные контракты рыбонитов с караимами. То есть никаких проблем здесь не было. Это были проблемы идеологические, но они были иногда довольно резкие. Тем не менее, обычно до определенного времени это как бы была одна община. Правда, вот кому принадлежала власть в общине, караимам или нет, это всегда такой вот с острым политической темой. Внутренние. Сравнимые с регулярно вот такого рода раздрая, они происходили время от времени в еврейской истории. Например, хасидский раздрай, обратите внимание, который не привел никакому расколу народа, но который был острейший абсолютно. Ну, раздрай сионистов с религиозными, которые там отличились с начала 20 века и, в общем, продолжался довольно долго. То есть это вполне, я пытаюсь просто сказать, что для своего времени это была история вполне в рамках истории, где такое случается. Я не пытаюсь сказать ничего, ни про кого плохо в данном случае. Беда в том, что в конце концов, где-то, ну вот я говорю, веку, ну, уже к 13-му, то есть 3 века спустя, караимов стал исчезающим. И осталось там несколько общин, причем уже маленьких очень. И ворота для них держали открытыми приблизительно века до 16-го. То есть как бы их считали евреями вполне допустимыми в общине. Однако, сама караимская община этому способствовала, и потом романиты закрепили это. И в данный момент как бы объединение практически невозможно. Есть серия постановлений на эту тему. Правда, еще раз, караимы есть небольшая община в Литве. Я не знаю, как сегодня у меня могут быть сильно устаревшие сведения. Была небольшая община в Твери. Была довольно приличных размеров община в Крыму. Ой, извините, я оговорился. Одесса, это у нас Бессарабия, да, считается формально или нет, или я путаю. Ну вот там, в том районе. В Одессе, например, была большая, приличных размеров община, караимская. До войны. Значит, во время войны вот немцы, ну я имею в виду нацисты, все-таки признали, что караимы не евреи. Тут надо заметить того, что сами караимы обратились в рейс-канцелярию, сказав, что у них есть доказательства, что они не евреи, а именно предъявили старые грамоты, немецкие, польские, венгерские, например, грамоты, по которым они получали отдельные, их община получала отдельные соглашения с властями соответствующих стран. И так как немцы уважали такого сорта документов, я имею в виду нацистов, то нацисты согласились считать, что караимы не евреи. Более того, был какой-то запрос рабанитам. Рабаниты совершенно нагло сказали, что это правда, хотя это, конечно, вполне себе вранье, но этнически евреи, но как бы рабаниты не сочли нужным, не сочли возможным подставлять людей под все эти неприятности, поэтому теоретически караимов не трогали во время, в рамках окончательного решения, но что, естественно, тоже не способствовало сближению. Вот. Ну, вот где-то вот так. Караимские книги я пытал. Значит, надо сказать, что караимские книги, есть некоторые исследователи современной университетской, которые читают караимские книги, читали, говорят, что среди старых книг есть довольно интересные, есть очень неплохие труды по грамматике, есть несколько неплохих трудов по философии, но, в общем, более поздние труды читать довольно… Я пытался посмотреть одну книгу, это довольно скучно, но это не значит, что я, вы сами понимаете, я пытался посмотреть книгу, которая попала мне в руки, с какого сорта книга я ведь не могу судить. Вот. Ну, вот где-то вот так это, с караимами, то есть, собственно говоря, практически не существует, ну, на грани вымирания община. С этими вот так дела обстоят. Что касается раба Саади и Гаона, давайте другой вот узел подвяжем, просто, чтобы… Раби Саади и Гаон остался в еврейской литературе своим трудом эмунот вэдеот, верование и убеждение, так правильно переводить название, но принято во всем мире переводить это название в верование и мнение. Дело в том, что книга написана на арабском языке, ну, еврейскими буквами, как и положено, ну, вот в таком еврейско-арабском языке, она… И слово, которое стоит в заголовке, оно специфическое арабское слово. Дело в том, что в иврите нет слова убеждения, а в арабском есть. И в результате вот в арабоязычной еврейской литературе слово убеждение, оно очень часто появляется. И его каждый переводчик колеблется, как его перевести. Некоторые переводят от слова эмуна вера, а некоторые переводят от слова знания. Хотя убеждение – это не вера и не знание, это вот то, что возникает на основе веры или знания. То есть это вот как раз следующий шаг. Но это некоторая тема, которую я люблю, но как на мышление влияет язык. Представляете, язык, вот вы имеете дело с ивритом, в котором нет слова убеждения. Ну, полноценного слова. Можно выразить эту мысль, но это будет очень сложно. Ну, давайте пример. Вот в классической формулировке 13 принципов Маймонида на иврите говорится «Ани маамин баэмуна шлема». «Я верю в полную веру», а дальше там, например, что Бог один. Правильно, если правильно следовать тому, что написано в источнике, правильно было бы я убежден «Совершенном убежденностью». Что? Ну и так далее. Так было бы правильно. Но еще раз иврит этого такой формулы просто не может передать. Значит, книга… Опять, вот как философ Саадия Гаон, давайте скажем так, слаб. Но при этом это, на мой вкус, одна из лучших книг по тому, что такое еврейская вера умного человека, умного образованного человека. То есть я на самом деле глубоко убежден в том, что там, где рамбам и рамбе Саадия Гаон расходятся скорее про рамбе Саадия Гаона, потому что он как бы… Он очень еврейский автор, безумно еврейский автор. Как бы он ни пытался там говорить как философ, все равно вот это давление еврейского происхождения там очень сильно. И то, что вот он говорит, принимает как очевидность, это и есть очевидность грамотного верующего еврея. Поэтому эту книгу я как раз вот очень люблю. Хотя знаю довольно большое количество людей, считают ее несколько занудной, но как все арабоязычные книги, которые, в общем, надо привыкнуть читать. Значит, это основная книга, с которой он вошел в историю, но авторитет его столь велик, что, например, в стандартном многокомментированном издании книги Ецера, каббалистической книги, приведен комментарий Рава Саадия Гаун в обязательном порядке. Так вот, это не Рава Саадия Гаун, это кто-то другой. Там есть спор, кто это такой, на самом деле. Хотя, благодаря усилиям Рава Юсефа Капаха, оригинальный комментарий книги Ецера, Рава Саадия Гаун напечатан, опубликован, он не опубликовался, он опубликован, к счастью, я его люблю, но это не каббалистический комментарий. Вот сразу оговорюсь, в этом смысле, Рава Саадия Гаун, вот чего он не оставил, вот сразу скажу, чего он не оставил, забрать внимание, он оставил словарь, он оставил переводы, он оставил молитвенник, он оставил некоторое количество стихов, он составил нескольких галактических трудов, довольно важных, и он оставил книгу по философии. Вот чего у него нет, это книг по каббале, по мистике, вот чего у него нет. Более того, в книге Эммунот Ведеот он как бы всегда останавливается, говоря, что дальше начинается мистика, а заглядывать за завесу, то, что называется, не положено. То есть он всегда здесь останавливается, довольно сознательно. То есть у него такой принцип, что вот он есть предел. Но при этом его вклад в каббалу огромен, ровно за счет именно философской некоторой концепции о божественном присутствии в мире, о теориях Кавод Хатшем, она в науке называется Гавир Гошини, второй воздух, Плерома, это греческое, он вводит еврейское понятие о том, как Бог присутствует в мире, как бы божественность в мире разлита как воздух, вот где-то вот такой термин, разлита как воздух. Он эту теорию проводит и в Эммунот, и в комментариях книги есть цера очень активно, и это сильно повлияло на каббалистов. Вот этот подход. Более того, он считает, что вот этот второй воздух реальность, и, например, считает, что пророческие везения вот в этом втором воздухе реально происходят. То есть как бы есть ну изнанка мира вот такая, только не в смысле ситра ахра, что действительно надо переводить как изнанка мира, не каббалистическое, ситра ахра это ну изнанка мира, но она как бы связана со злом, но при этом без которой мир не может существовать, ну как изнанка одежды. Он другое имеет в виду совершенно, но вот он считает, что пророческие везения, они реально происходят, но они происходят вот в этом слое мира. Для меня, например, это очень важное понимание. Ну важно, да? И когда пророк Элиша говорит своему ученику больше за нас, чем против нас, а ученик говорит, где же всадники, где же колесницы, то Элиша делает нечто, и открылись глаза ученика, и он увидел всадников и колесницы. Увидел всадников и колесницы. С точки зрения Саадия Гаона, это не видение, это реальность, но реальность такая. Вот не всем видимой стороны мира, и вы понимаете, что отсюда следует вся теория пророчества Раби Саадия Гаона, она сильно отличается от раба. И она, ну, мне ближе, скажем так, его теория. В этом смысле Раб Саадия Гаона был абсолютно гениальный человек, гениальный глава народа, который, еще раз, его влияние просто невозможно переоценить, и хотя его упоминают меньше, чем, скажем, Рамбома, тем не менее, на историю еврейскую он повлиял больше. Просто его влияние было политическим, а не только литературным, но политическим в высокой степени, и это я советую просто помнить. Но вот здесь, вот давайте теперь, вот что, вот как это ни странно, вот то, что сделал Раб Саадия Гаона для еврейского народа, оно же привело к закату периода Гаонов. Вот появление книги, оно как бы раскрыло ворота авторской книги. И раскрыло ворота еще одной вещи. Я уже сказал, что основная функция Ешиев – это такой консультативный орган галахический. Значит, обычно что происходило? Общины, судьи, равины, мудрецы общин посылали запрос в в одну из Ешиев, в Суру или Памбедиту. Получали на него ответ. Вот вы догадываетесь, что эти ответы никто никогда не выбрасывал. Их складывали в библиотеку общине. Потому что вы получили автограф, личный ответ от какого-то очень большого человека. Значит, и его хранили. А вот дальше произошла некоторая любопытная вещь. Когда один ученый человек приезжал к другому ученому человеку и обнаружил у него какие-то ответы Гаона, он их переписывал. Как переписывал? Он, значит, так, я напоминаю, форма ответа обычно выглядит так, что, значит, идет вначале очень длинное пышное обращение, длинное-длинное, на страницу, может быть, где всевозможными словами превозносятся адресат, причем часто в рифму. Я как-то обнаружил у Рамбома в одном из писем ровно в этом стиле, где он там расписался на полстраницы вот такими рифмами и цитатами, а в конце просто написал, ну, я просто хотел предместить, что я тоже это умею, хотя совсем не поэт. Ну, как положено культурному человеку эпохи, в рифму говорить умеют. Я хочу обратить внимание, что в те времена в арабском мире рифму говорить умели все, но не все считали поэтами. Не без причин. Да. Значит, потом шла формулировка вопроса и дальше шел ответ. По этому поводу естественно тот, кто приходил переписывать, он вот это обращение все снимал, писал, что на ответ на вопрос такого-то двоиточный вопрос и ответ. И вы долго будете смеяться, вопроса. Но по прошествии приблизительно века, веку 11-го, причем даже к середине 11-го века точно, такие сборники, их оказалось уже очень много. и вот это переписка непрерывная ведь получается так, что если кто-то что-то собрал, а кто-то у него скопировал и поделился тем, что он сам собрал, то это вырастает в приличных размерах книгу. в результате поток запросов Ешевы стал сокращаться. Потому что теперь у ученых людей в общинах не нужно было повторять запрос. Если раньше по любому вопросу человек мог посмотреть, что у нас были ли подобные запросы у нас в общинах, если не обнаруживал, посылал запрос и в результате запросы от разных общин регулярно дублировались, то теперь это оказалось можно обойтись. И в результате вот начали появляться галактические библиотеки, где просто были собраны большие сборники именно ответов Гаона. Причем размеры этих библиотек, чтобы было понятно. Собрание ответов Гаонов без комментариев, только с мелкими примечаниями в некоторых случаях о разночтениях. Это вот по-моему 11-томный сборник Галеви. Есть еще серия сборников. Короче, значит сборник трудов Гаонов на сегодняшний день это две полки в библиотеке. То есть это просто об объемах, о которых мы говорим. Причем хочу заметить, что в большинстве случаев это сборники, завершенные в основном в 19-м веке, но они собирались толстыми очень книгами уже к тому моменту и опубликованы всевозможными еврейскими учеными. Эти сборники имеют ценность скорее научную сегодня, чем какую-то другую, хотя там есть список некоторых ответов гаонов, которые все знают и которые обязательно все знают, я потом объясню эти структуры, но вообще их собралось очень много. Как результат этого вот теперь начался закат эпохи гаонов. Вот этот закат, он в первую очередь и самое главное, что происходит. Гаоны вот эти центр, главный центр еврейской мудрости, который при любой проблеме туда надо писать, становится почти ненужным. Появляются ученые, которые могли ни разу в жизни не обратиться к Гаону. Теряет статус Ерхекала и начинается это с некоторых простых вещей. Некоторые гаоны уже начинают писать комментарии к Талмуду. И вот например такой важный, один из важных комментариев вот последние гаоны Раф Хай Гаон и Раф Ханан Гаон. Значит они пишут комментарии к некоторым талмам Талмуда. Кстати, хорошие комментарии, краткие, ёмкие, понятные. И опять, ведь серия запросов к огромное количество запросов в Ешивы, Суры, Памбедита были связаны с непониманием отрывков Талмуда, где человек задает вопрос, что там написано, я просто не понимаю, что там написано. И получали ответы. Теперь появились комментарии, то есть уже стало возможным создавать центры не в Багдаде. Собственно, с этого момента начинается закат эпохи. И ещё раз, первым Гаон не Гаон. Вот последний Гаон, который уже не совсем Гаон, это Раф-Хай-Гаон. Он стилистически посланием Рафа-Хая-Гаона безумно много написал и очень важный писал. Но в основном он знаменит комментарием к Талмуду. Он считается последним Гаоном и одновременно первым решённым. Вот теперь начинается эпоха, которая называется в еврейской литературе, с этого момента выделяется эпоха решений. И это приблизительно начало XI века. Титул Гаона настолько потерял значение, что было понятно. Главы практически всех восточных ешин, ешив в ареале от Ирака, но я нынешние территориальные границы, значите, чтобы не путаться, Ирак, Сирия, Египет, вот этот вот регион, они стали тоже называться Гаонами. Если раньше в мире существует два Гаона, то теперь, когда говорят слово Гаон, то это может означать просто китул уважаемого человека, причем некоторых живых не один Гаон, а несколько Гаонов. есть как бы вот это всегда признак размывается значение титула. Вот чтобы было понятно, давайте я простой пример приведу и может быть это будет понятно. Если в 19 веке титул доктор, я имею ввиду титул доктор наук философии на Западе соответствует советскому кандидату наук был безумно уважаем, то сегодня этот титул размылся. Его значение оно как бы их слишком много стало. Причем время от времени вот если подойти в университете к полке, где стоят доктораты защищенные в этом университете, то диву можно даться некоторым докторатом. А о некоторых университетах это но вся эта серия анекдотов про английские ученые, это же не про английских ученых Оксфорда и Кемплиджа рассказывается, и не лондонского университета, а какого-нибудь университета тьму таракане английской. Такое тоже есть, поверьте. То, что называется бетонные университеты. Просто они получили право давать докторские степени, ну, а качество этих степеней вы же сами понимаете. И все эти анекдоты, еще раз, это же не про вершины английской науки, еще раз, весь этот бред, который любит публиковать интернет, это не Оксфорд, не Кемплидж, не Лондонский университет, и даже не университет Глазго обычный, Манчестер, извините, даже не Манчестерский университет, обычный, куда более сомнительные конторы. Вот, то есть это, вот это размывание титула, оно обычно хороший признак, ну, какой-нибудь, хотите пример, или хватит, и так понятно, а то я вам из советской эпохи могу привести такой же признак, ну, ладно, вот, вот, что происходит, вот, вот, здесь важный, важный момент, который я-то считаю очень важный, что такое эпоха решения, чем она характерна, вот, если единый центр размывается, то одновременно появляются ученые центры на перифериях, и вот здесь происходит вторая вещь, которую обычно, когда говорят о еврейской истории, забывают, значит, так, у нас есть историки, которые целиком сосредоточены на литературе, есть историки марксистского типа, слово марксист в данном случае не ругательство, а те люди, которые обращают внимание, серьезное внимание на экономику и на общественные формации, на процессы, происходящие внутри общества. они, такие ученые себя относят к марксистской школе на Западе, это западная терминология, это не я придумал, и поверьте, что западный марксизм сильно отличается от советского, лучшая история, но опять я не говорю про политический марксизм это отдельно тема, а про ученые, научные. В это время значит, а так как эти ученые делятся, то регулярно обращаются внимание либо на одно, либо на другое и редко как бы пытаются сделать объединить эти вещи. А это нужно. Дело в том, что именно вот здесь где-то начиная с 11 века начинается рост самостоятельности общины, начинают формироваться общины именно национальные, еврейские общины, но национальные, то есть община начинают ощущать свою особенность. Вот обратите внимание, вот сегодня мы как бы когда говорим про евреев довольно четко проговариваем, какой общине принадлежит еврей. Сефард, Ашкенас, ромеец, но романская община она почти уже не осталась. Романская община это Болгария, кусок Румыния, Румыния, ну вот там они были, они называются романская община. Значит, франконская, итальянская, очень особенная община, очень любопытная, особенная община, не похожая на многие другие. Тогда этого не было еще. Вот период Гаонов еще вот этого осознания особенностей местного обычая вот не было. Как бы правила о том, что любой обычай, это обычай вавилонского Талмуда, его придерживались во всех местах. То есть, как придерживались? Говорили, что придерживаются во всех местах. На самом деле понятно, что формировались отдельные особенности и их вот время от времени, когда смотришь творенные тексты, то уже начинаешь интуитивно неплохо определять особенности мышления. Я не говорю там ученые, которые занимаются изучением рукописей, вы понимаете, что рукопись по шрифту на сегодняшний день определяется с точностью до 25 лет. Просто по шрифту. Но я не говорю, что если кто-то подделывает, а вот вам принесли рукопись, вы хотите ее определить, то ученые, специалисты по древним текстам определяют с точностью до 25 лет. Точность вот такая. Но при этом они еще и регион определяют. К чему я все это говорю? Они определяют довольно четко, где написано. Ну, откуда писать? Точнее так, где учился писать, который написал. Это важный такой момент, что но при этом они еще тогда не ощущали себя разными. А вот где-то с 11 века вдруг появилось откуда ни возьмись. Осознание мы другие внутри общин. И не то, что до этого не было разницы, я попытаюсь просто как-то суметь проговорить, что разница между общинами была понятна, что до этого. Но вот осознание этой разницы еще не было. Понимаете, вот человек другой, но он может очень долго не осознавать свою инаковость. И тут вдруг общины стали осознавать свою инаковость. И, например, вот когда кто-то начинает говорить об Ашкиназской общине 9 века, я ничего кроме ухмыльнуться не могу. Это община какая-то еврейская община, которая жила на территории Германии, чтобы не называть Германию в ту эпоху в 9 веке. Вот я не собираюсь ходить темам географическое положение, что называть Германию, что нет, потому что в эту тему европейские ученые лезут с трудом. Потому что они еще не являются отдельной общиной. Ну вот с 11 века начало вот это формирование, вот эта история, которая произошла, началось формирование вот этих отдельных общин. В результате возникли новые центры. Вот смотрите, багдадский центр, он сохранился, чтобы было понятно. багдадская ешива, которая была впоследствии объединена в одну, сура и помпедита была объединена в единую багдадскую ешиву, по-моему, в 11 веке. Она просуществовала до 1948 года. Вот дату, я называю вам год, до которого она просуществовала. Она сохранилась до 1948 года. но ее значение пропало. Вот что пропало, значение ее. Это одно из многих и не выдающееся место. Зато, например, начал стремительно расти значение Египта, а мы видим задатки к этому были и раньше. Раф Садия Гаон родился и вырос в Египте. Появились очень серьезные центры в Марокко, это город Фесс, и появился серьезный центр в Испании. Вот теперь надо аккуратно говорить, когда мы говорим слово Испания, про ту эпоху это несколько сложно. Как бы в Испании есть евреи разные двух общин. То есть общины каждый город воспринимается как отдельную общину и скажем можно провести большую разницу между общиной Туделлы и общиной Кордовы и продемонстрировать, что они отличаются, но дело в том, что это оба арабоязычные общины, а там есть арабоязычные и вот слово испанским не хочется к тому языку применять, но вообще тот язык, на котором говорили в Испании, сами испанцы называют вульгарное латынье. Ну этот язык, который превратился в испанский впоследствии, такой язык. И это важно, потому что понятно, что в арабоязычных общинах развивались науки, связанные с арабской мудростью, а в латино, в романских общинах процветали немножко другие представления о мире, то есть они отличались. Тем не менее принято, традиционно принято все арабские общины как бы вывязывать в один узел. И считать, что это одна община, хотя обычно хорошо видно, какой общине принадлежит человек, это когда он уходит из Испании, в какую сторону он идет. Идет ли он в сторону христианской Европы, или уходит на восток, ну туда, где говорят на привычном языке, то есть понятный выбор. просто по языковым признакам. Но вот это появление общин и появление в этих общин новых центров, которые начинают писать свои книги и более того, в этих книгах, например, в галактических некоторых вещах появляется, например, вещь до того немыслимой, до эпохи решения, совершенно немыслимой высказывания, где в качестве аргумента галактического приводится у нас принято так, у нас здесь в городе таком-то принято так. То есть вот это очень такой важный момент. Это изменение, то есть причем я хочу еще здесь добавить к этому, ведь одновременно и в арабском мире происходят аналогичные изменения. Арабский мир, мусульманский в данном случае мир, он же тоже там серия гражданских войн, вот эта единая империя, с которых началась вся эта история, она же развалилась. Вспомните, что тот же рамбом существует в Египте, который Саладин ведь не только разбил крестонавтов, он еще отделился от Багдада. Он же формально объявил, что он правит отдельной страной. То есть это уж тем более это касается Марокко, который давно уже плевать на всех хотели. Это касается испанских стран, где совершенно там Кордова и Туделла, они у них разные правители, они друг другом воевать могут регулярно. То есть происходит распад вот этой империи одновременно. И я подозреваю, что одновременно некоторые общины, формирования общин происходят вот на этом фоне, на то, что сама империя исламская развалились. Плюс ко всему в Испанской империи, но еще рано, у нее закат наступит чуть-чуть позже, но культурный расцвет, она где-то еще в 11 веке, это где-то еще пик. То есть еще не начал писать Авероэс, еще будет Авероэс, но Авероэс, как я подозреваю, Аль-Газали и Ладин-Руми, но это уже совершенно другие истории. То есть арабский мир культурно еще не дошел до своего конца, и мусульманский ренессанс, вот эта вот высочайшая культура, именно арабоязычная. Европа это задворки цивилизованного мира все еще, вот это важный момент, 11 век, Европа все еще задворки цивилизованного мира. К цивилизации Европы не имеет никакого отношения, имеется ввиду цивилизации технической, литературной, научной цивилизации все еще на Востоке. Европа все еще не начала свой разгон цивилизационный, который произойдет, начнется где-то вот 11 век, 12 век, где-то начало вот этого цивилизационного разгона Европы произойдет. Тем не менее эпоха решений начинается до этого. И это опять очень трудно, нам очень трудно представить, что там Западная Европа является отсталым регионом. Нам трудно это представлять, но скажем высокая цивилизация Афин античных вообще-то с точки зрения Востока, например, Персидской империи, это задворки цивилизации и тот, кто знает достижения персов, в общем, может с этим согласиться. Опять, это неожиданные такие вещи, но это надо иметь в виду, когда о таких вещах говорится. И вот это изменение, оно нашло свое отражение в известной истории, которую я люблю рассказывать, про то, как три мудреца плыли на корабле, на корабле случилась буря, они сели в лодке и их разнесло. Один приехал в Фес, это Марокко, один приехал в Гвадал к Верриру, то есть Испания, а один пристал к берегам Германии. И эти три мудреца, имена называются, но это несущественно для нас, они положили начало мудрости соответствующих общин, а именно Магрибской, Магриб это Северная Африка, Запад, вообще перевожу с арабского, слово Магриб в переводе сарабского означает Запад, имеется ввиду Северная Африка, но по отношению к Багдаду она на западе, Магриб, Испания и Германия, вот это такая притча про три мудреца, магдадских мудреца, которые плыли на одном корабле и их развесло по трем странам и собственно в данном случае как бы точно указано создание трех крупнейших центров эпохи решений. Вот оно выглядит ну вот так. Окей, это вот то, что я хотел рассказать на сегодня. Если есть вопросы, Магриб это включая Египет или это где-то в районе современной Ливии? Обычно вот когда я читаю это, значит, когда я читаю египетские авторы всегда говорят Магриб противопоставляя себя Египет противопоставляя страной Северной Африке. То есть как бы Египет Александрия и находящаяся под ее культурным влиянием Каир, но Фаюн по той эпохи поюм Каир то, что станет Каиром. Это как бы отдельная цивилизация, но она в еврейском мире всегда была отдельной цивилизацией, но и в арабском мире она всегда Египет, но я могу сказать в чем разница. Скажем, если Египет так или иначе всегда наследует предшественников, и это самые разные народы, но всегда есть связь с предшественниками какая, и культурная какая-то передача влияния. В конце концов, Александрия как крупнейший город торговый и цивилизационный просуществовал от Александра Македонского до В XVII веке он еще был, кстати, и сегодня это один из важнейших торговых портов мира, для тех, кто не знает, но это всегда отличалось, скажем, от берберской цивилизации Марокко. А берберы это народ, берберы это варвары, вы же сами слышите, да, на слух, что слово берберы варвары однокоренные вообще. Ну, давайте для сравнения. Карфаген это Ливия, да, и, в общем, ничего общего Ливия с Египтом не имеет, да, древний Карфаген и древний территориальный. Но берберская цивилизация Марокко Туниса, она тоже слабо связана с Египтом, это у нее начало начинается с дикарей спустившихся с Атласских гор. Нет, понятно, что они цивилизованы, я не говорю, что они сейчас дикари не Атласских Нет, да. Не имею в виду, кто не верит, пусть приедут в город Маракеш и посмотрят, как это выглядит, какие дикари, чертов. Это серьезная цивилизация, но она в ту эпоху, они довольно вульгарны, скажем так. Поэтому есть разница между Египтом и прочим Магрибом, то есть Египет не относится к Магрибу обычно. То есть западнее географически современного Египта? Египта, скажем, причем Египт надо понимать, ну вот западнее Дальты Нила. А, здесь это страна тоже. Ну, поймите, кого интересует, послушайте, ну, посмотрите цивилизацию Сахеля, где сегодня бегают дикие туареги. Карпаген Тунис, окей, я говорил. Бегают дикие туареги, но там просто нет условий для выращивания цивилизации. Чтобы была хорошая цивилизация, нужно выход к морю для начала. Тот или иной. Ну, хотя по рекам там. Ну, опять, не сегодняшний день, а более древние времена с сегодняшним транспортом можно цивилизацию вырастить вместе, где выход только по дорогам идет. Мы сегодня дороги строим. как когда-то рейки. Вот. С оговорками о временах надо всегда делать. Ну, вот так. Можно вопрос? Да. Вот, когда вы говорите о цивилизации, что-то очень, как бы, я не понимаю, больше география влияет. Вот, где теология, где там всякое христианство и все, что развивалось духовный ислам, это влияло как-то? Я понял, о чем вы говорите. Вы долго будете смекаться. Христианская теология в ту эпоху на евреев не повлияла от слова совсем. Вот это удивительно. Это настолько, причем, вот, чтобы было понятно, это арабы любят рассказывать о том, что они завоевали диких язычников в районе между речью. Это все неправда. Большинство населения того региона были христианами уже в того момента. Либо зероостритами, ежели мы говорим чуть-чуть вглубь. То есть весьма древними цивилизациями. Тем не менее, на иудаизм не повлиял ни зероостритами, ни христианства. На что влияет? Вот смотрите. Аристотель не повлиял? Тоже? Аристотель повлиял на еврейскую философию. Безусловно. Но обратите внимание, Аристотель как бы его вировательные позиции может быть как-то даже повлияли. Но христианские теологи... Вот давайте так. Как влияет ислам? Вот давайте ту эпоху о христианах говорить рано о влиянии христианском, рано говорить о христианских авторах. А вот ислам как влияет? Евреи безусловно со времен я готов сказать одну вещь, что скажем в городе Кейрама столица это самое Ксифон. Евреи регулярно ходили в местную библиотеку, она же университет, где слушали споры философов. Евреи слушали философов. Евреи читали арабские философские книги. Я могу продемонстрировать и где-то ни для кого не тайно, что Раф Садия Гаон читал книги арабских философов, причем более того тех философов, которые пытались примирить философию с исламом, то есть это вполне религиозная философия. Тем не менее мы видим влияние этих мыслей на него, но не видим влияние ислама как религии. Понятно, да? Вот это некоторая аккуратность. На что влияет? Влияет скажем на повседневные привычки. Влияет в некоторых галактических областях, вот например есть правило, которое старательно всегда соблюдается, что евреи не должны быть хуже, чем окружающие их народы. Это означает или вульгарнее, или они должны выглядеть, вести себя как уважаемые люди. Вот давайте так сформулируем. Например, вы сами понимаете, что в арабских странах еврейские женщины одевались так же, как арабские, там, где было принято прикрывать лицо, они прикрывали лицо. Потому что с открытым лицом ходят шлюхи. По этому поводу еврейские женщины не собирались ходить, как одеваются шлюхи. Точно так же, скажем, правила арабские, правила молитвы и физической чистоты, связанных с чистотой того, кто молится, что должно быть мыто и насколько чисто вокруг, галаха нам много мягче. Если вы посмотрите туалетическую галаху, она несравненно мягче этой. Тем не менее, мы не можем вести себя менее прилично, чем окружающие народы. По этому поводу, если вы почитаете тех же гаонов, которые живут в тех краях, они более-менее по поведению там, где это вопрос нерелигиозный, вопрос приличий, приводят к местным приличиям. Какой нибудь грубый пример, вы меня извините за пример такой физиологичный, но Раф Гайгаон на вопрос, на один из запросов отвечает буквально следующее, что да, в Талмуде написано, что мужчина не может брить тело, а именно подмышками и, ну, понятно где, но они в те времена не достигли нашего уровня воспитания у нас все так делают даже гои и мы тоже. Вот обратите внимание, это по поводу притча, потому что мужчине явиться там в бане с небритым телом это неприлично. И соответственно евреи себя ведут так же, как вот вы считаете это религиозное влияние, но мой вкус это влияние по поведению, это влияние на кухню, на одежду, на поведение повседневное, но религиозного влияния оно бывает иногда обратное. Я собирался отложить вообще эту тему до рамбома, потому что теологическое влияние, например, продемонстрирую. вот до рамбом обратите внимание, никто не пытается сформулировать догматику еврейскую. Вот интересно почему? Вот интересно почему? У Гоев она была, у христиан она на каком там соборе была принята. ну в любом случае где-то в районе третьего века. Евреи, не знаю, когда вы читаете Талмуд, вы с удивлением обнаружитесь, что там нет влияния христианства. Там нет споров с христианами, то есть точнее так, есть, но книжка, в которой все можно собрать по этому поводу, она я могу ее поискать на полках, а именно это самое издание, изъятие, цензурное изъятие из Талмуда, там где как раз выпады против христианства содержатся, но это тоненькая брошюрка, то есть причем споры скорее ближе на уровне анекдотов, чем на уровне чего-то теологического. То есть как бы знают, но живут настолько отдельно, что не находят нужным даже. Вот это важный момент такой. Поэтому вот как это ни странно, то, чего мы плохо, слабо находим в литературе вот той эпохи, но еще раз я хочу заметить, Раф Саади Гаона, который мы остановились, или Раф Хайгаон, они еще, это начало большого потока литературы. Поэтому, может быть, мы неправильно отслеживаем что-то. Но, но, споров на уровне теологии, они, кажется, были. Время от времени проскальзывают кое-какие высказывания о догмате троица, но дело в том, что догмат троица, там отдельная тема с этим догматом. Время от времени что-то там между делом просто говорится, что такое есть. То есть, знать, знают, но оно не влияет, вот эта вот теология не влияет. Поэтому, как бы, здесь нет ничего теологичного в этой истории. Пока. Она начнется чуть-чуть позже. Окей? Окей. Так. Молчание. Видимо окей. Не-не-не-не. Сейчас, секундочку. Все. Окей. Мы закончили, правильно? Всем веселого праздника. Веселого праздника, хороших новостей. Я надеюсь, что ситуация как-то разрулится. Все разрулятся. Сказал Раби Элиэзер, празднику человеку следует либо есть и пить, либо сидеть и учиться. Сказал Раби Эгашуа, поделите его праздник. Половину дня, чтобы есть и пить, а половину, чтобы сидеть и учиться. Сказал Раби Йоханам, они одни и те же стихи толкуют. Сказано праздник Господу Бога, а в другом стихе праздника праздник будет вам. Раби Элиэзер считает, что весь праздник должен быть посвящен Всевышнему, а Раби Эгашуа считает половину Всевышнего, а половину вам, то есть нам. Сказал Раби Элязар, не путать с Раби Элиэзером, это другой. Все согласны с тем, что Шавалот следует часть посвятить нам. Почему? Потому что это день дарования Торы. Я хочу обратить внимание на логику наших благословенной памяти мудрецов. Раби Элязар говорит, что так как это день дарования Торы, то половину этого дня принадлежит нам, не Торе, не изучение Торе, а нам. А как мы видели выше, то есть половина праздника – это чтобы есть и пить, а вот половина – чтобы учиться. Почему? Потому что мы свободные люди на самом деле. А свободные люди едят и пьют. Вот так вот. Поэтому половина дня учиться, половина дня веселиться. Окей? Тогда веселого суббота. Окей. И еще чуть-чуть сражаться. Ну хорошо, всем счастливо. Ну, всем доброго. Субботник А.